Когда Путин начинал войну, он же вам не говорил о том, что эта война придет на вашу территорию. И Крым в данном случае мы не рассматриваем, потому что это оккупированная территория Украины. Сегодня Владимир Путин выступал из своего бункера и обращался к участникам Московской конференции по безопасности. И как всегда путался в показаниях. Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. Да. Очередной раз мы выяснили, что обоснование вторжения снова изменилось. И в этом отношении как-то очень странно получается. Значит, смотрите, как выясняется, и нам об этом на этой же конференции говорит кто? Говорит целый министр обороны Российской Федерации. За что идет война? Он же вам должен был, товарищи россияне, объяснить. Безусловное доминирование Соединенных Штатов Америки и их союзников остается в прошлом. 24 февраля 2022 года начало специальной военной операции на Украине ознаменовало окончание однополярного мира. Многополярность стала реальностью. Четко обозначились полюсы этого мира. Да. Оказывается, все дело в однополярном мире. А куда же делась эта, что там, деноцификация и демилитаризация? Куда делись эти прекрасные явления? А прошло всего лишь полгода. О том, что цели так называемой специальной военной операции неоднократно менялись, мы, наверное, поговорим сегодня тоже. Но, вы знаете, на самом-то деле, я был поражен тому, что Шойгу начал сдавать своих военнослужащих. Буквально на днях YouTube-канал «Важные истории» опубликовал признание российского солдата. Не то, что это является каким-то секретом в России о том, что российские военные здесь убивают гражданских и грабят, занимаются мародерством, насилуют и, опять же, убивают, убивают. Это не было секретом. Но вот тут так начали складываться обстоятельства, что об этом начали говорить вслух. Записывай. Я военнослужащий, войсковой части 51-460, гвардии эфрейтор Фролкинг Даниил Андреевич. Признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке. О расстреле гражданского населения, об воровании гражданского населения, об изъятии у них телефонов, и о том, что наше командование в хуй не ставит наших бойцов всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта. Почему я говорю о том, что командование вооруженных сил Российской Федерации, в первую очередь Шойгу, начал своих военных сдавать? У меня по этому поводу есть целое объяснение. Смотрите. Вот выступая на этой конференции, он обратился к военным. Подождите, где же этот файлик у меня тут делся сейчас? Подождите, придется найти по-новому. Он рассказывал о том, какие получили инструкции российские военные при входе в Украину. Так, прошу прощения, куда-то этот файлик делся, но я без него, мы его продолжать не можем. Это для нас важно. Ага. Вот. Так вот, на этой конференции выступает Шойгу. Ну, там, рассказал про гегемонов, там, еще что-то. Вообще, в российских реалиях слово гегемоны стало каким-то самым важным. Путин сегодня его повторял четыре раза. Но. В выступлении Шойгу был такой момент. Значит, отдельно цитирую его. Отдельно хотел бы остановиться на гуманитарных аспектах специальной военной операции, соблюдение женевских конвенций, бла-бла-бла. Значит, с начала операции были изданы соответствующие приказы, закрепляющие порядок действия военнослужащих армии России в Украине в отношении мирного населения и военно-пленных противника. То, что россияне тут творят беспредел, это не секрет. Но, смотрите, разница между заявлением этого уже экс-российского солдата, не знаю, что с ним сделают. Он, кстати, из этой 64-й бригады, которая под Бучей отметилась в первую очередь, из князя Волконска, это 35-я армия, Хабаровский край. Он только сделал свое признание и тут Шойгу говорит, у нас была инструкция. Наверняка ее эту инструкцию прямо сейчас возьмут и напишут. Ну, а почему бы и нет? Напишут, и там будет указано, что расстреливать безоружных и воровать, и грабить, и мародерить нельзя. И вот, есть признание. Результат какой будет? Что-то того парня, не знаю, у него очевидно, там просто совесть заиграла или еще что-то, его просто посадят. Вот такой вот будет результат. Еще раз, отвечать в конечном счете придется исполнителям. Или кто-то думает, что Шойгу их будет защищать. Он так и скажет, вот у нас мы выдали им инструкцию. Пожалуйста. Так. Поступил у нас первый вопрос из России. Роман Никитин. Мы, жители России, до сих пор не поняли его обоснование войны. Зачем он это сделал? Понятно только для 70% имбецилов с буквой «З» на футболках. Что испытывают нормальные русские стыд и безысходность. Насколько мне известно, что вот эта вот современная Зига, которая стала эмблемой российской армии вторжения, но далеко не все это поддерживают, в том числе в больших городах. Потому что, но, еще раз, я-то никогда не был сторонником вот этого подхода, что россияне являются какими-то там малограмотными. Все все прекрасно понимают. И большинство, я так думаю, как минимум в глубине души, прекрасно понимают, что Путин руками молодых российских парней совершает преступление. Причем двойное. эти парни убивают в Украине, но и здесь они тоже умирают. Умирают нон-стоп. Можете посмотреть эти важные истории. Там просто прекрасный рассказ о том, как российские командиры сидели в подвалах, а рядовой состав отправляли на украинские пулеметы. Ну и про фашистов там тоже сказали. Так вот, если мы посмотрим на эту ситуацию в таком плане, от чего, что они напали? Вот, россияне. Давайте зададимся вопросом. Почему вы напали на Украину? Это же, как мне кажется, просто прекрасно. Прекрасный вопрос. И с одной стороны мы тут видим, как бы, что главный российский военный, то есть министр обороны, он тоже путается в показаниях. разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации. Применение вооружений осуществляется под контролем западных специалистов. Усилия НАТО направлены на продление огония киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальные военные операции будут достигнуты. Да, по мнению Сергея Кожугетовича, западное оружие никоим образом не оказывает влияние на ход войны. Однако, глас народа, некто Сергей Дементьев, задается вопросом, откуда у окров столько хаймарсов, блин. Он по-другому задает вопрос, но тем не менее, мне кажется, это очень и очень важно. В НАТО, по мнению Шойгу, нет сомнений по поводу конца специальной операции, о том, что на все цели будут выполнены. Я думаю, что в НАТО задаются вопросом, а какую специальную операцию проводит Путин? Вполне возможно, он проводит операцию по усыплению России. Ведь, посмотрите, значит, все российские пропагандисты, ну и слишком много подтверждений вот этих вот планов, что захват Киева за 3-4 дня, захват всей Украины за 2-3 недели. И вот, уже полгода войны. То есть, все прекрасно понимают, что Россия завязла в этом конфликте. Продвинуться никуда Россия не может. И если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения сколько хапнули сначала и сколько сейчас Россия контролирует, то получается, что российские военные умирают и отступают. И самое главное, вот когда говорят о целях специальной военной операции, а кто вам сказал, что Украину устроит фиксация каких-либо российских успехов. Ну, кто об этом сказал? Я нахожусь в Киеве, могу вам сказать точно, товарищи россияне, что у нас как это задор защищать свою родину не пропадет. А вот такие признания, как говорит российский солдатик в прошлом, который пять месяцев провоевал, многих там в мешках вывез, об этом он рассказывает, потому что потом работал на МТЛБ водителем эвакуационного автомобиля. Он же нам рассказывает, что там, где российская армия, там смерть, что приходят российские военные и убивают всех подряд. Ну, как вы думаете, с такими вашими подходами кто тут здесь дастся? Совсем нет. наоборот. И если мы посмотрим еще на вот эту вот интересную штуку, нужно поговорить о мифах. Специальная военная операция развеяла миф о супероружии, которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Да, там Сергей Кожугедович говорил нам очень много и об этом, и о Хаймарсах, и о гаубицах. Все это он перечислил, очень внимательно нам это все рассказал. Только возникает вопрос, а как в одной голове с интервалом 30 секунд умещается два тезиса о том, что вот он клеймит Запад в том, что нам поставляют тяжелое вооружение, а с другой стороны говорит, что оно никоим образом не влияет на ход войны. И почему тогда, если роль Хаймарсов, а мы знаем, что Хаймарсов у нас много, потому что Сергей Дементьев ошибаться не может. Откуда у нас только Хаймарсов? Оттуда. Откуда надо. Шойгу говорит, что это не влияет на развитие ситуации на фронте. Но включишь российский телевизор, там слово Хаймарс уже повторяется чаще, чем слово Путин. Если так будет продолжаться, а есть такая закономерность в российском обществе, что чем больше какое-то слово употребляется в СМИ, тем больше шансов, что носитель этого имени может стать президентом Российской Федерации. В данном случае святой Хаймарс. Так, теперь когда мы слышим свежего сегодняшнего Шойгу о том, что все цели специальной военной операции будут выполнены, хочется задаться естественным вопросом, а каковы эти цели? Потому что нам об этом мне кажется никто так и не сказал. Но смотрите, все менялось просто как-то стремительно. Теперь возникает вопрос, а что будет далее в части целей? 24 февраля Путин говорит, значит, демилитаризация и деноцификация Украины. Песков добавляет, в идеале нужно освободить Украину и зачистить от нацистов. Здесь можно с ним согласиться, потому что роль нацистов выполняют именно российские военные. 25 февраля Лавров говорит, украинцы должны сами определить свое будущее. Пока нас не бомбили, у нас в будущем было все вообще прекрасно. В этот же день Захарова добавляет цель защиты людей, которые 8 лет подвергались издевательству и геноциду со стороны киевского режима. Для этого они Донбасс фактически просто сносят с лица. Это у них такая защита. 3 марта спецоперация призвана положить конец любой войне, которая могла происходить на украинской территории, Лавров 3 марта. То есть они начали войну, чтобы не было войны. Возможно тут нужно обратиться к психиатру. И сразу мы вызываем в эфир не пациентку из хотя нет на доктора она точно не похожа. Это все-таки пациентка. Захарова 9 марта устранение военной угрозы, которая исходит с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО. Страны НАТО нас осваивают. 16 марта Путин появление российских войск под Киевом и других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Подождите, подождите. А что вы падлы делаете в Херсоне хочется сказать. Но тут не нужно расстраиваться по этому поводу, потому что все слова российских представителей вообще ничего не стоят. Потому что в конечном итоге границу между Украиной и Россией определит война. В прямом смысле этого слова. так 18 марта после того, что он решил, что Киев не хотел оккупировать Владимир Путин, он добавляет, что нужно избавить людей от геноцида. И это главная цель спецоперации, как он тут говорит на Украине. 19 марта цель демилитаризировать Украину и получить гарантии безопасности для России. Значит, 25 марта Рудской начальник главного оперативного управления. Основная цель оказания помощи народу ДНР и ЛНР. Странно, что там за народы живут. Во-первых, непонятно. Потому что тот же президент России накануне вторжения говорил о том, что там живут украинцы. А потом раз возник один народ. Ну, я не знаю. Мне кажется, тут что-то не совсем четкое. Так. Далее. Коношенков. Это генерал-лейтенант по трендежу Министерства обороны Российской Федерации говорит, цель сковать противника без штурма городов во избежание потерь среди гражданского населения. Да. Расскажите это жителям Мариуполя. В общем, цели менялись, менялись, менялись. И вот сегодня мы видим, что главная цель это формирование многополярного мира и что там еще. И убедить Запад в том, что они неправы. Об этом, кстати, заявил кто у нас заявил? Владимир Путин, конечно, но кто? Без этого прекрасного товарища дело едва ли может обойтись. Выдвинутые Россией в декабре прошлого года предложения о мерах взаимной безопасности просто в очередной раз были проигнорированы. Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса. Вы знаете, Владимиру Владимировичу нужно сказать спасибо за его откровенность. Видите, Шойгу борется с НАТО, с Альянсом и так далее. А Путин мыслит глобальными категориями. Говорит о том, что народу Украины роль пушечного мяса уготована. Тут единственный вопрос. А кто стреляет в украинцев? Россияне. Ну это же очевидно. И самое главное, мы тут расстраиваться по этому поводу не будем по той причине, что россияне тоже смертные.